Николай, добрый вечер! А, еще и, скажи, пожалуйста, Николай. Ну, в данном случае самое главное, мы, коллеги, я, пускай это о молодости, студенческие времена, выбрал направление психофизиологии. Я в свое время закончил Саратовский госуниверситет, биофакт, кафедра физиологии человека и животных. И психофизиология, тема моей дипломы была эмоциональный стресс у студентов во время экзаменов, устная, письменная форма. В третьем стомате, как бы, защищал диплом, но, как говорится, научным руководителем были, как говорится, ученики Петра Кузьмича Анохина, доктор медицинских наук Полянцев Владимир Александрович, доктор Белгичевна Наумова Татьяна Сергеевна. Ну, это на качестве нормальной физиологии и медицинской физики, значит, третьем стомате в Москве. Поэтому психофизиология, как бы, тема психофизиология там труда, психофизиология умственной деятельности, интеллектуальной деятельности, это общая наша сфера интересов с уважаемым Хасаем Магомедовичем. И поскольку мы случайно вот так нашли друг друга, полюбили друг друга, это наш уже контакт, как бы, уже не первый год длится, значит, ну, в эфире вот мы выходим второй раз, значит, ну, я что хотел бы сказать о, не методе, а даже о методологии, значит, ключ и научной школе Homo Futuris, Человек Будущего, Хосе Алиева. Это именно Homo Futuris, Человек Будущего, это Человек Творческий, это Человек Интегральный, это Человек Ноосферный, это Человек Космический. То есть, вот, замах, как бы, такой, правильный, творческий. И культура, именно творчество и труда являются основой этой школы. Ну, Хосе Магмедович, как бы, еще употребляет науку человечности, но именно культура, творчество и труда, человека творчества, творческого являются основой его, ну, научных и практических изысканий. Значит, и на канале YouTube, и в Facebook, и в ВКонтакте, он, как ведущий этой школы, популяризатор своего научного метода, ну, себя, как говорится, проявил в самой лучшей методе. Низкий поклон ему от многих, не десятков, а сотен тысяч людей, которым он помог избавиться от психологических, как бы, проблем. Ну, а то, что он создал, это, я бы сказал, не только тема управления кибернетикой стресса, а управления в целом психоэмоциональным или чувственно-эмоциональной, как бы, сферой человека. Потому что та методология, ключ, которую он предлагает, она получилась самого широкого формата. Она годится для людей в критических, сложных ситуациях, после, как бы, там, стихийных бедствий, терактов, связанных, как бы, с гибелью людей, связанных, как бы, с большими, как бы, нагрузками психологическими, паническими состояниями, как из этого выброса. Но одновременно этот же метод позволяет, как бы, развивать творческие возможности человека, физические, как бы, возможности человека, допустим, ну, эта метода себя проявила, допустим, в спорте высоких достижений для наших ведущих спортсменов, там, олимпийского уровня. Эта метода позволила, как говорится, ну, применяться в отряде космонавтов. Эта метода, ну, в молодости Хасай Магомедович отметился, на заводе «Сириус», это возле Еревана, город, город… Абаган, Абаган, производственное объединение «Сириус». Ну, это приморостроительный завод, электронная промышленность. Так вот, он возглавлял там лабораторию, и там на уровне министерств, прочее. То есть, это тема психофизиологии труда, психофизиологии промышленности. А это прямой выход на научную организацию труда и производства, гигиену труда, охрану труда, профилактика профессиональных заболеваний. Поэтому… Вот ты сейчас говоришь об этом, да? Я просто потрясен. Ты прямо мне памятник какой-то строишь, это удивительно. Прям плакать хочется. Что ты такое делаешь? Такое ощущение возникает, что ты мне прямо рекламу какую-то создал. Извините, моя специализация – это брендинг научных школ. Генезис, синергия, конкуренция ведущих научных школ фундаментальной, камеральной, прикладной и вузовской науки. Так вот, вы фундаментальные разработки сделали и прикладные одновременно. Я считаю, что как бы все ваши наработки, они мирового лучшего уровня. И они нашли поддержку, извините, и у правительства Москвы, и МЧС, у нас Министерство чрезвычайных ситуаций уже в современное время. Вы это опробировали, как говорится, там на уровне школ, значит, для детей с трудной судьбой, назовем так, в школах-интернатах работали, помогали детишкам, как говорится, нормализовать свою психическую составляющую и успешно развиваться. Поэтому я лично снимаю, как говорится, перед вами шляпу, поскольку вы уже ветеран АКСАКА, самого-самого академического возраста, и вы лидер мощного научного направления. И поэтому то, что мы с вами, коллеги, понимаем друг друга, поддерживаем друг друга, я не случайно оказался в рядах вашей научной школы, поэтому сфера моих интересов, сфера интересов моих коллег, она как бы очень близка к вам. Но уникальность вашего метода и где-то его именно применимость и универсальность, я, как говорится, тут не единственный, кто это дело заметил. И хотел бы, чтобы данная методология еще более широко применялась, что и пользовалась административной поддержкой, значит, внедрялась на территориях, регионах и нашей страны, и на мировом уровне. Ваша школа воистину международная. Участники вашей школы – это и Германия, и Финляндия, и Швеция, и Израиль, и регионы нашего постсоветского странства, Туркмения, Украина, Беларусь, как говорится, чего хочешь. Татарстан, Башкирия. Ну, вы действительно такой человек супер универсальный. Спасибо вам за ваши труды. Коля, я прямо тебя слушаю, мне прямо действительно плакать хочется. Неужели я это все сделал? Понимаешь? Очень интересно. Ну, ты настоящий друг, это понятно. Потому что ты там вник, ты там вник. Ну, сейчас какая проблема? Я сейчас книжку выпускаю, и сейчас там у нас участники школы «Человек будущего» Хомофутуруса, очень многие, которые там свои приемы разработали на основе метода ключ, свои модификации, их имена, фамилии. И мне сейчас приходится сидеть, и оказывается, сейчас по новым правилам, сейчас надо у всех у них запросить соглашением разрешения, чтобы я их имена там опубликовал. Ну, ты представляешь, какая ситуация? Это мне надо там десяткам людей, а у нас же в школе очень много людей, десяткам людей писать письмо, чтобы они присылали там, что да, мы согласны, что вы мое имя опубликуете в своей книге. Оказывается, какие-то такие новые правила. И вот у меня сейчас вот это вот… Сосай Магомедович, давайте так. Можно сделать очень просто. Поскольку вы лидер, инициатор научной школы «Гомофутурус. Человек будущего», и все эти участники, они ваши друзья, коллеги и участники конференц-заседаний вашей научной школы, вы вправе цитировать их кейзисы, выступления и прочее в своей книге, значит, и получается вот эта тема, она… Вы просто делаете описательную часть конференц-заседаний вашей научной школы в таком ключе, чтобы не заключать эти официальные договора и прочее. Если надо, сборник тезисов, выступлений, конференций ваших участников тоже. Вы без образования юридического лица, но это можно, нужно, и как бы у нашей научной школы «Гомофутурус», как говорится, право на ведение конференций, конгрессов, значит, мы такое право имеем, как любая общественная организация, и давайте этим воспользуемся. Вот такое предложение. Ну, я вот… Очень хорошо, что мы про это сейчас сказали, потому что я эти 3-4 дня сижу, только этим занимаюсь. Как же выйти из этого положения? Потому что раньше, вот мы прошлую книгу выпустили, которая стала бестиллером, мы упоминали этих людей, их приемы упоминали. И там прямо на задней обложке, и тут написано, что вот, я напомню сейчас, кто не в курсе, вот задняя обложка книжки, тут написано. И вот наша эмблемка, вот она, летающий чайщик, звезды над нами, космос. Символика, давайте флаги сделаем, символику, значки с этой символикой. Александр Сунцов начал разработать, вот, и я, как говорится, подключусь. Вот теперь мне надо Александру Сунцову, Константину Михайлову, Владу Орлову, Федору Макарову, и Марии Око, и там Надежды нашей Байбаловой, и всем-всем писать вот эти вот письма, чтобы они прислали разрешение, которое в этой новой книге, чтобы не было потом, что, что же вы меня опубликовали без моего разрешения. Это мне издательство говорит сейчас, чтобы такого не было. Сейчас какие-то новые правила, что ли, там появляются. Тогда надо оформлять, это просто как тезисы, конференции, заседания вашей школы. А там, если надо какой-то отдельный сборничек, это тоже, я думаю, больших проблем не составит. И это нам даже нужно наладить. То есть сегодня ваша школа уже более 130 тысяч участников, и тенденция, что это уже растет, я вас поздравляю с этим, значит, ну, это, ну, проблемы роста, ничего страшного. Не, ну, я понимаю, но я же им всем должен теперь, мы же эту книгу как бы собирали в течение полутора лет. А теперь где кто находится, когда они мне пришлют вот эти вот, типа, на конференцию, они же в разных, в личке мне писали вот это вот, я это все собирал. Теперь в книгу вставил, в рукопись, туда и картины новые поставил. Ну, в общем, сейчас вот идет такая работа, я всех просил, что эти несколько дней меня не трогать, типа, я тут занят только книгой и так далее. А теперь на меня обрушилась еще вот эта вот проблема. Издательство требует от вас авторского подтверждения, что они согласны, чтобы вы их там... Да, что они согласны. Я считаю, это можно обойти, если вы это опишите в порядке цитирования конференц-заседаний под вашим руководством вашей научной школы. То есть надо вот такой описательный прием применить, а если надо, сделать сборник тезисов с уступлением этих друзей. Это тоже целый месяц надо делать. Это делается быстро, на самом деле. Ну, хорошо, мы поговорим еще об этом. Вот чем отличается научная школа, о которой ты говоришь, чтобы все понимали, потому что там же есть и новички, которые заходят на мой канал. Там есть люди, которые со мной. Уже несколько лет мы продвигаем эту науку человечности, мы там общаемся, бесплатные ликбезы делаем, вебинары проводим. Ну, как вот, теперь новичок заходит, он вообще не в курсе дела. Причем тут метод Ключ Хаса Алиева и наука человечности, и хомофутурус, и вообще, причем тут научная школа. Как-то вот такое получается... Очень легко. Есть фундаментальная и прикладная наука. Так вот, вы сделали фундаментальные научные открытия, свои собственные методы, механизмы, инструментарий. А все, что вы в эфире, это уже практическое применение данных методов, данного инструментария. Вот, и все это очень легко. И поэтому методологическое, это на уровне, как бы, специалистов вашего, как говорится, профиля и тех, кто занимается психоэмоциональной, чувственной эмоциональной сферой. Значит, а, как говорится, практика, это для всех. Я, кстати, хочу скоро, через буквально несколько дней, в ролике выставить типовые вопросы, которые обычно новички задают, на них ответить. Потому что это самые разные люди из самых разных стран. Там и бабушки, там и подростки, там и студенты, там и спортсмены, там и бизнесмены. Ну, есть какие-то новички, которые не в курсе, чем мы занимаемся. Типовые вопросы, которые очень много-много звонят и задают, на них ответить, ролик такой сделать. И потом, значит, хочу сказать, что я скоро сделаю на сайте, на своем, список именно специалистов, которых я готовлю лично. Я готовлю лично, как специалистов по методу Круч, потому что все вот эти вот на канале у нас и на Фейсбуке, и ВКонтакте, и в Одноклассниках, там и в группах Инстаграм. Это для личного использования мы показываем. А вот специалистов я готовлю отдельном формате. И там я даю такие материалы, которые в общем эфире не звучат, и нигде их не увидеть. Потому что там, ну, очень это отдельная работа такая, подготовка специалистов. Я их имена поставлю, которые у меня буквально не 20 лет назад, не 30 лет назад имели удостоверение от меня, что они специалисты. А буквально последние 5 лет. Потому что за последние 5 лет Ключ-2 разрабатывался, который основан не только на расслаблении, ритмах и так далее, и не только на восстановлении и включении творческих начал человека, не только на то, чтобы как превращать энергию стресса, как стресс-трамплин для создания новых открытий, там произведений, рекордов, в конце концов. Там еще есть, как использовать пики напряжения. Это ключ-2 элемента, которые я целиком никогда никому не даю. Я уже об этом говорил. Использовать пики напряжения и как использовать моделирование участков счастливой жизни в виде деятельности, фрагментов. Это такие отдельные вещи, которые дают только специалистам при их подготовке, которые в открытом эфире у меня никогда не бывают. Я уже однажды объяснял, почему я Ключ-2 и Ключ-3 не даю вот так вот в открытом эфире, а только элементами. Потому что там открываются такие мощные возможности интеллектуальных достижений. Я уже говорил это, что кто-то там возьмет себе дома, атомную бомбу изобретет, и нам это вовсе не нужно никому. Потому что открытые эфиры – это такая вещь чреватая. Кто берет эти приемы, как он их использует, с какой целью. Поэтому я даю только специалистам. Очень многие, которые у меня проходили подготовку как специалисты много лет назад, и которые последние 2-3 года вообще не в курсе дела, потому что я с ними отдельно не работал, они уже не могут быть компетентными Ключ-2 и Ключ-3. Они не знают, что такое Ключ-2 и Ключ-3. Потому что, когда мы, допустим, 2-3 года с ними общались, они только слышали об этом. Метод же развивался. И поэтому я это даю в большей части только специалистам. А чтобы специалиста я взял к себе на обучение, я с ним специально разговариваю предварительно, я выясняю характер, чем занимается, какой опыт, смотрю, насколько он человечен. Ни за какие пирожки, ни за какие деньги, ни за какие коврыжки, как говорится, я не берусь на подготовку специалиста, если он не отвечает моим личным каким-то критериям. Это очень важный момент, потому что так можно загубить любой метод, как, в принципе, и происходило тысячелетиями в разных школах. Совершенно верно. Позвольте вставить. Значит, вы сейчас сказали самое главное, что вот именно проблемы роста, развития вашей научной школы привели вас к мысли создания корпоративного университета, корпоративной академии. И требуется сертификация специалистов, где вы, как бы, генеральный автор, конструктор, разработчик, архитектор ваших новых методологий, механизмов и нового инструментария, как бы, должны контролировать тот процесс применения ваших методик. Ну и, собственно говоря, ваши авторские права тут тоже важны. Значит, так вот, что я тут хотел бы сказать, что многие вопросы, они у вас запатентованы, требуется и дальше патентовать, но право приоритета, именно престижа, значит, если хотите, первенства, оно несомненно. Я хотел бы еще раз дать высокую оценку вашим наработкам, поскольку моими учителями были ученики Петра Кузьмича Анохина, а он, ну, как бы, теория функциональной системы, это кибернетика, физиология. Он прямой один из лучших учеников Павлова Ивана Петровича, Нобелевского лауреата, который начинал, значит, разработку проблематики высшей нервной деятельности. Так вот, я бы сравнил, что наработки Хасана Магомедовича Алиева, они равновелики Анохинской школе научной теории функциональных систем. Тут кибернетика стресса, кибернетика психоэмоциональной сферы, чувственно-эмоциональной сферы. Это колоссально, Хасан Магомедович, колоссально. Ну, спасибо большое, спасибо. Я Анохина очень люблю. Да, у меня есть новая модель работы мозга, она у меня в старом сайте стрессу, который многие смотрят, и указано на нее тоже и на Хасай.ру, где у нас есть и книга рекордов и так далее, в разных направлениях. Очень люблю Анохина. Но, к сожалению, Анохина, который очень правильно-правильно сказал, это такое достижение, что мозг способен сам создавать функциональные системы, инструменты типа для решения тех проблем и задач, над которыми человек бьется. Но про этой системе там не сказано, почему же человек испытывает стресс. То есть там есть некоторые белые пятна. Я их закрываю. Я, по существу, закрываю белые пятна, когда, допустим, автор теории стресса сказал, что стресс – это напряжение, а я сказал, что это перенапряжение, потому что напряжение не боятся творческие люди, напряжение не боятся спортсмены. Это обычное явление, потому что напряжение, без напряжения не включаются ресурсы. Я определил еще в одной из книг своих, которые, кстати, и на английском, и на французском изданы, и так далее. У меня много книг изданы на разных языках мира. Это мы определили, что стресс – это не напряжение, это перенапряжение. И вообще-то стресс – это неуправляемый транс. Это гипноз. Это гипноз, в котором человек находится, потому что когда у него стресс, он в этот момент, у него включается инстинкт самосохранения, выживания, а не высшие потребности в плане созидания. А я как раз-таки объясняю, как переводить вот этот вот инстинкт самосохранения и продолжения рода, который есть у человека как базовые инстинкты, как их, вот этот механизм использовать в новой модели работы мозга, я это описывал, там нулевое состояние есть между состоянием бодрствования, состоянием сна, состоянием сна со сновидениями, состоянием транса. Нулевое состояние, переходное, как короткая передача, нейтральное состояние в автомобиле. И написал, что это на самом деле задержанное во времени, и получается нирвана, и самадхи, и дзен, и так далее. Ну, короче, я там все это описываю, вот это и есть наука. Наука, которую я развиваю, и вот эта новая модель работы мозга, которая уже много-много лет, я ее описывал и в сайтах, и в книгах, и так далее, она в компактном виде выражает именно то, что в разных многих книгах кусочками, кусочками, мозаикой такой, чтобы ее так сложить, надо было мне потрудиться и поработать выведением после терактов, когда человек оглушен стрессом, когда там мать, например, потеряла ребенка, и психолог не может до нее достучаться, и когда он готовится к экстремальным ситуациям. Ну, все это надо было прожить, пережить и готовить, допустим, людей творческих, чтобы они шаблоны из головы выкидывали, когда создают новые произведения, потому что и вообще вся культура, это короткий опыт, передача опыта поколения от одного поколения к другому, культура, но она имеет и один недостаток, она передает и штампы тоже, и штампы тоже, и как освобождаться человеку как раз-таки в условиях неопределенности, которая сегодня возникла, в условиях этой точки бифуркации, когда неизвестно, что будет буквально через секунду, через минуту, не то, что завтра будет, вот в этой неизвестности, как у космонавта говорят, в нештатной ситуации, что делать? И вот как раз-таки я обучаю в школе человек будущего, Homo Futurus, людей, а именно вечные человеческие ценности, любовь, сопереживание, сотрудничество, способность быть собой, освобождаться от штампов и стереотипов, от страха ошибки, выходить на самое себя, открывать свои потенциальные творческие возможности, вот этому всему обучаю, что в обычной школе обычно не делается, в обычной школе обучение, мать учения, повторение, повторение, мать учения, повторяя, пока не получится, а в нашей школе подбирай то, что у тебя получается, подбирай по критерию индивидуального соответствия, подбирай действия, которые тебе комфортны, максимально просты, легки, как и в жизни это происходит, потому что человек инстинктивно или сознательно всегда идет путем подбора той деятельности, где он получает результаты с минимальными затратами и усилиями, то есть то, что соответствует его способностям, то есть по существу метод «ключ себе» – это путь к свободе, путь к себе, освобождение от страхов, комплексов и стереотипов, на состояние свободного мышления, чтобы человек думал своей головой. Александр Магриевич, разрешите вот другой аспект, как бы, чтобы мы с вами проговорили, уже опираясь на физику, материю, то есть, по сути говоря, у вас кибернетика не только психоэмоционального и чувственно-эмоциональной, как бы, вот, сферы, но и управление гормональным фоном, это как раз вот природа, материя, и я скажу, ну, просто, опять, крайняя молодость, студенческие времена, кафедра физиологии человека и животных Тарасского госуниверситета имени Чернышевского, у нас основное направление было, руководителя нашей кафедры, Вундера Павла Абрамовича, это эндокринология и, по сути говоря, стресс, опыты проводили, эксперименты, стресса у беременных крыс и изменения гормонального фона, но одновременно это все касалось, как говорится, изучения стресса у женщин во время беременности и прочее. Понятно, что, когда изучают на крысах, это все направлено на человека, но опять это все связано с стрессом, но я сейчас говорю уже о науке эндокринологии. Так вот, вы даете приемы, как излечиваться, управлять своим гормональным фоном, если хотите вот такую эндорфинную подпитку делать. Вот я прошу вас, именно это уже реальная физика, реальная материя, потому что для всех вот эта эмоционально-чувственная сфера, она как бы для обычного человека это что-то идеальное, а управление гормональным состоянием, кибернетика гормонального состояния, это уже в чистом виде материя. Вот прошу вас как-то на этот аспект. Коля, я хочу сказать, что у нас вот как раз-таки планируемые, я там посмотрел, там многие участники, когда я затронул момент омоложения, омоложение, они говорят, хотим этот ликбез, или вебинар по омоложению. А я как раз-таки думаю, вот сейчас провести вебинар, сделаем объявление, проведем вебинар, который по теме, значит такое, как за месяц омолодиться по методу ключ с помощью зеркала и весов. Вот зеркало и весы. Это тема красота, здоровье, долголетие, активный образ жизни, как говорится, и получается уже все ваши методологии, механизмы, инструментарии мы туда вступим. Да, отлично, отлично. Николай, я очень благодарен, я прямо не ожидал, что ты меня прямо так расхвалишь, что я просто буду тебе... Я не хвалю, я даю оценку, объективную стараюсь дать оценку. Я думаю, со мной пригласятся зрители. Спасибо большое, Николай. Желаем здоровья, успехов, молодости. Завершение, такие, ну, есть понятие, там, хэппи-энд, счастливый конец, ну, разрешите два слова, потом вы завершите. Ну, хэппи-энд, я тогда напомню вам, как бы я участвовал в предыдущем вебинаре, семинаре, который проводил Хасай Магомедович где-то неделю назад, значит, и там обращались участники вебинара, чтобы... Бесплатный ликбез был, у нас есть две формы вебинара и бесплатный ликбез, тоже ликбез. Чтобы уважаемый Хасай Магомедович сделал специальный вебинар, направленный на пролюматьху детства, работу со школьниками. Сегодня проблем, допустим, там у школьников, вот эта перегрузка занятий и прочее, и вызванные с этим, как бы даже психические и прочие заболевания, это массовое явление. И поэтому, тут вот мы тогда вспоминали, как бы недавно ушедшего методики базарного Владимира Филиппича, с которым дружил Хасай Магомедович, это тоже работа со школьниками и здоровьесберегающие технологии. Так вот, у Хасая Магомедовича тоже здоровьесберегающие технологии. И поэтому мы 4 марта, это было такое, как бы, предложение, сделать специальный такой итоговый конференц. Это пятница будет, специальный день. Имеется в виду, мое дорожение, что ли? Да, 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 да. Где подвести итоги, как бы научные школы «Гомфутурис» «Человек будущего» Хасая Алиева и вот эту методологию ключ рассмотреть, в том числе символику и прочее. Ну, такое праздничное мероприятие, но говорить о направлениях новых, о перспективах, план мероприятий какой-то сделать. Потому что с площадью рядом, Хасай Магомедович, у вас проблема состоит в том, что каждая ваша методика, она заточена, у нее есть элементы для целевой аудитории. Отдельная ее, как бы, упаковка для школьников, студентов, там, преподавательского состава. Допустим, отдельная метода для учителей физкультуры, военруков. Это, допустим, для руководителей школ и любых образовательных учреждений поведение, как бы, там, во время чрезвычайных ситуаций, и прочее. Все это у вас есть, имеется. То есть, ну, это все разные компоненты вашей системы. А сейчас, ну, а больные люди, у которых, как говорится, по вашей шкале там... Мы не клиника, мы не занимаемся. Да-да-да, зашкаливают и прочее. Вы тоже способны помочь человеку в самых критических ситуациях и не допустить летального исхода, потому что, когда сильное перенапряжение, ну, всякое случается, и инсульты, и инфаркты, и многое другое. Значит, поэтому, уважаемый Хосай Магмедович, я прошу, как бы, вот то, что мы наметили, специальное такое, тоже методическое заседание. Ну, 4 марта, это не так уж далеко. Значит, вот, давайте проведем... Ну, это должно быть такая хорошая беседа, хорошее заседание. Вы как... Мы все пригласим на Zoom и все поговорим там, да? Да-да-да-да. Вы, как бы, ну, самое главное, вы принимаете вот такое предложение, потому что к вам люди обратились, ну, назначить именно дату, и как бы это... Ну, там АДО, если вы будете, Николай, если, как говорится, там это небесная канцелярия, как говорится, и здоровье, и прочее обеспечит, я 100% буду. То есть, поэтому, извините, мне любое общение с вами, это, ну, маслом по сердцу. Спасибо, Николай, спасибо. Обнимаю, обнимаю. До встречи. И вам до встречи всем, друзья. Нашей школой Человек Будущего, Homo Futurus, где мы создаем совместно науку человечности, определяем понятия по научным четким критериям, что такое любовь, сострадание, сопереживание, сотрудничество, потому что это вечные человеческие ценности, они спасут и сегодня нас в условиях этой новой неопределенности. До встречи, друзья.